Игра «Угадайка» – мастер-класс по приготовлению волшебного зелья и, конечно же, знакомство с новой книгой «Косматое сердце» популярной столичной писательницы Надеи Ясминской – всё это ожидало юных читателей в стенах детской городской библиотеки. И хотя книга рассказывает о приключениях мальчика и предназначена в первую очередь школьникам, автор считает, что повесть в стиле фэнтези не только можно, но и просто необходимо прочесть всем взрослым, чтобы окунуться в сказочный мир волшебства. Именно через волшебство я могу донести до читателя то, что я хочу сказать. Наверное, через серьёзную, взрослую, трагическую, драматическую прозу мне это сделать было бы гораздо тяжелее. Почему люди становятся писателями? Я думаю, ни один писатель не даст точного ответа. Но, наверное, потому что в детстве я любила фантазировать, и мне привлекал творческий путь. В разные моменты мне хотелось стать режиссёром, художником, модельером, аниматором мультфильмов, но в конце концов обстоятельства так сложились, что я пришла именно к книгам. Несмотря на то, что у девушки высшее экономическое образование и опыт преподавания в университете, в какой-то момент она поняла, что её призвание создавать собственное произведение и увлекать других – свой волшебный мир. Это подтвердила и встреча. Первые рассказы Надея писала ещё будущей школьницей. А впору студенчества автор уже создавала пьесы, которые ставились в театрах Белоруссии и России. Сегодня любимый жанр – это фэнтези, и новая повесть «Косматое сердце» не исключение. Книжка «Косматое сердце», которая вышла в издательстве «Аквилегия М» в Москве. И это такое волшебное путешествие вместе с героями в зачарованный густой лес, где водятся самые удивительные существа, и где героям, конечно же, нужно будет сразиться силами зла и найти себя. Мы стараемся как можно чаще в детскую библиотеку приглашать разных писателей. Практически каждый месяц к нам кто-то приезжает в гости, чтобы рассказать о каких-то интересных, необычных книгах, которые юные читатели могут взять в нашей библиотеке почитать. Надея Ясминская – это очень интересный, тёплый, душевный человек. Точно такие же у неё и книги. Когда ты открываешь самую первую книгу, ты не можешь удержаться, чтобы не дочитать её до конца. Сюжет новой книги довольно непредсказуем. Вместе с говорящей собачкой Никли отправляется в волшебный лес, где когда-то исчезли его родители. А что же дальше? Ответ найдёт каждый, кто прочитает повесть. В целом же встреча прошла достаточно живо и интересно. Ребята с нескрываемым интересом общались с автором, задавали вопросы и, конечно же, после встречи обязательно дочитают книгу о приключениях юного героя. Сама Надея Ясминска предлагает не просто вникать в суть, но и немного пофантазировать. Читайте книги, читайте строчки, читайте между строки. Обязательно, когда книгу закроете, немного над ней помечтайте. Людмила Логодич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.